Всем привет, с вами Алекс Ки и сегодня я вам расскажу, как я сделал визу в Таиланд через Лаос, посольство Таиланда, которое там находится в городе Винтьян. Итак, прежде чем поехать делать визу, я изучил очень большое количество материалов, находил различные сайты, форумы и особенно популярным у меня был ресурс YouTube, где я просматривал большое количество роликов, огромное количество, пришлось потратить несколько часов на просмотр всех видеоматериалов. Для себя я отобрал самые полезные ролики, которые я нашел на этой платформе и досконально их изучал, но, как оказалось, на самом деле в этих роликах было много информации, но она имеет такой характер, как бы общий, при этом ее можно было бы попадать немного в другом ракурсе, чтобы она была абсолютно полезной, потому что есть несколько нюансов, которые выяснилась уже по факту на использовании информации на практике. Например, начнем все по порядку. Мы приехали на автовокзал, который находится в ПТЕ. Точку я специально скинул в описании, чтобы вы знали, где можно купить билет. Приехали на автовокзал, куда тут выглядят наши автобусы. Небольшая такая атоморка, где продают билеты. Рядом есть викси мини, которым можно купить очень выгодно еду. Кстати, понравились очень сэндвичи, которые мы взяли. Не понравился сэндвич? Даже с краном? Нет. Вообще не понравился. На автобус, который едет до города Нонхай, который находится на границе с Лаосом и городом Гентианом. Приехали мы туда заблаговременно. Покупал я билеты тоже заблаговременно. Но получилось так, что на наш рейс вип-билетов не было. Они, я не знаю, за какой период раскупаются. Короче, их вообще почти не бывает. Хотя я покупал, если мы ехали в воскресенье, билеты я покупал в четверг. И уже в четверг не было вип-мест. Приехали мы на вокзал, тоже заблаговременно погуляли там рядом, походили, зашли в пиццерию. Оказалось, что это пиццерия, так называемое кафе. Оно типа шведского стола. То есть ты подходишь, берешь те или иные ингредиенты, готовишь сам пиццу. Там установлена такая мини-печка. В этой печи ты печешь эту пиццу с теми ингредиентами, которые тебе всего нравятся. Вернулись мы тоже на вокзал. Ждали, пока наш автобус начнет движение в сторону Лаоса, в сторону Нолхая. Как оказалось, в этих роликах, также и вообще на форумах писали про этот автобус, что в нем очень сильно дует кондиционер. Если у вас есть возможность купить билет заранее на этот автобус, я вам рекомендую покупать билеты либо в середине автобуса, по правую сторону, на втором этаже. Ну, если VIP, то место, конечно, внизу, там более удобные сидения, кресла и меньше народу. А если наверху, то это правая сторона, где-то ближе к середине, либо в начале. Не рекомендую в конце, потому что в конце установлен кондиционер, и он очень мощно дует. И поэтому даже я взял с собой толстовку с мехом, в который я вообще прилетел в Таиланд. Даже в ней иногда было холодно, несмотря на то, что там есть пледы, все равно было некомфортно, потому что очень дул кондиционер. Первое, когда мы ехали из Паттайи в Вененхай, то нам с местами повезло, там не было так холодно. Когда мы ехали уже на обратном пути, то там у нас получилось, что мы убрали последние места, чтобы пораньше приехать в Паттайю, и попались места в самом конце. Поэтому вот эти нюансы нигде ни на них в форумах, ни в роликах почему-то не обговариваются. Потом мы... Что порадовало, что ты платишь всего лишь 475 бат. И что ты получаешь за эти деньги? Ты получаешь билет из Паттайи в Нонхай, при этом тебе дают бутылку воды 0,6, и также тебя кормят рисом и курицей. А еще дают сладкую булочку, но всегда это отличается. Когда мы ехали туда, нам дали пончик с ореховой начинкой, а обратно мы ехали, нам дали какой-то пончик с красным, непонятно что. Мне показалось, как будто то ли красная фасоль, то ли еще что-то такое вот непонятное. Но съедобно, вкусно. То есть в этом есть тоже плюс, что вас накормят. Еда, я бы не сказал, что супер острая, но нормальная такая, средние остроты. Есть можно, если вы, конечно, не переносите совсем тайскую еду, да-да, вам надо что-нибудь купить с собой, там печеньки, чипсы. Во время движения автобус совершает остановку на станции автозаправки, там можно выйти, если вы курите, можно постоять покурить. Остановка не длительная, где-то минут 10-15 и потом снова дальше в путь. Если вы также интересуетесь, как доехать до Нонхая или сделать подешевле себе визу в Таиланд, то я настолько заморочился, что я посмотрела, сколько километров составляет дорога из Паттайи в Нонхай. В принципе, 700 каких-то, 700 километров. Но при этом я не учел, что я об этом вообще не знал, и никто, наверное, нигде об этом не говорит, что он останавливается, делает какие-то остановки по пути исследования. Но если бы он не останавливался, то он бы доехал намного раньше. Получилось так, что вот на всех форумах есть поторасписание, которое висит на автостанции Нонхай во Вьинтиян. И, как оказалось, что рейсы ходят с 7.30, точнее, рейсы начинают ходить в 7.30, следующие рейсы идут в 9.30. Так как ни в одном ролике не было сказано, мы взяли на самый поздний рейс из Паттайи, и получилось так, что, не рассчитав свое время, вот этого самого движения, оказалось, что он будет ехать более 12 часов, потому что мы выехали в 7, а, в 8, при этом, что у тайцев есть такая небольшая задержка, они никуда не торопятся. Фактическое время отбытия было в 8.30, приехали мы примерно в 8.30, 8.20, ну, то есть, на самый первый рейс, который идет в 7.30 из Нонхай во Вьинтиян, мы уже опоздали, следующий в 9.30. Соответственно, мы не... Ну, как бы, так как все это происходит в первый раз, ты никогда не знаешь, сколько на самом деле времени займет процедура перемещения, вот, пересечения самой границы между двумя странами. Поэтому, если вы едете самостоятельно и хотите сэкономить при получении визы, лучше берите ранний рейс, чтобы приехать где-то примерно в 7 часов, даже, я бы сказал, наверное, может быть, половины седьмого в Нонхай, потому что желающих очень большое количество пересечь границу, ценник довольно-таки демократичный, 55 бат, ну, еще плюс 5 бат входит, они могут либо там спросить, либо у вас спросят на границе, это, так сказать, сбор за пересечение границы Лаос. Вот, значит, приехали мы на автовокзал, увидели, что, оказывается, вот 7.30, 9.30, следующий, и нашли способ добраться до границы с помощью тук-тук, там довольно большое количество таксистов, с которыми можно торговаться, кто-то говорит, что в своих роликах, что они торговались до 120 бат за двоих, расстояние при этом от автовокзала достаточно большое, и я очень сильно сомневаюсь, что за 120 бат, хотя, может быть, в какой-то период и какой-нибудь там просто человек ради своей работы поехал и отвез людей, и отвез людей к границе. У нас вышло 100 бат на человека, мы заплатили 200 бат, чтобы нас отвезли на тук-туке до границы. На границе, то есть вы проходите паспортный контроль, необходимо заполнить иммиграционную карточку, также будет на, как заполнить, ссылка будет в описании, чтобы вы знали. При пересечении границы там, получается, вас выпускают, там курсирует автобус, он стоит недорого, 20 бат за человека, платится он прям кондуктору, ой, точнее, платится он при выходе с паспортного контроля, там установлен, ну, так сказать, стол, сидит человек и продает билеты. Если вы едете на автобусе, который едет из Нонхая в Авгентян, там все просто. Там все просто, вы покупаете билет, получается, проходите, он, автобус останавливается перед паспортным контролем, выпускает всех пассажиров, вы проходите паспортный контроль, потом снова заходите в автобус, он вас везет до границы с Лаосом, ну, до пограничной службы. Вы снова выходите, проходите паспортный контроль, снова садитесь и едете на автостанцию в Алгентяне. И так, так как мы этот автобус пропустили, мы купили билет за 20 бат на автобус, который просто перевозят через мост, который соединяет две стороны, поэтому, как только мы вышли из этого автобуса, нас встречает паспортный контроль, границу пересечь для россиян не составляет каких-либо трудностей, вам ставится штамп на 30 дней, вам необходимо при этом купить такую карточку, она стоит 5 бат, или же... Да, она стоит 5 бат, либо вы платите одну тысячу кип. Да, но необходимо еще учитывать, что там на этой картинке указаны все режимы, когда вы пересекаете границы. Это все действует... То есть, если мы опоздали и пересекали границы уже после 8, то у нас был вход вообще, по-моему, бесплатный. Это такая карточка, подходишь, даешь паспорт, они тебе знатой паспорт пробивают вот эту карточку, выдают карточку, ты подходишь через так называемый турникет, засовываешь эту карточку и выходишь, все, ты на территории Лаоса, в Угентяне. Далее, нам пришлось взять тоже машину, за 200 бат. Нас довезли вдвоем в микроавтобусе до непосредственного фасольства Таиланда, где уже мы и подавали эти документы. Как выяснилось, на всех форумах и в этих видеороликах нет нигде информации о том, какова процедура, как вообще подавать все эти документы. То есть, у нас уже была оформлена анкета, все документы были необходимы и заполнены, кроме у нас не было копии паспорта со штампом именно Лаоса. Это необходимо. То есть, вам должно быть документ, копия основной страницы паспорта, копия штампа, анкета и деньги. Дополнительные документы, по-моему, каких-то таковых они не требуют. Это самое лояльное посольство, которое вообще, наверное, существует в Таиланде. Встали мы, значит, зона посольства разделена таким образом, что люди, которые имеют на себе бейджики, когда вы приедете туда, вы увидите, что это те люди, которые заказали организованный тур из Таиланда для получения визы. Их собирает специальный микроавтобус, везет по дороге, привозит и пересекает также, везде сопровождает. Там есть сопровождающее лицо, которое все видео объясняет и прочее. Не об этом сейчас речь. Я немного позже скажу, сколько это стоит, чтобы вы знали. Также, если вам необходима какая-то помощь, вы также пишите в комментариях. Я на все эти вопросы вам отвечу, помогу, подскажу, чем смогу. Так вот, значит, зона поделена на две части. То есть, первая, где люди заходят и в виде змейки проходят с этими бейджиками, и другая часть, где люди просто идут потоком, те, которые приехали сами самостоятельно. На мой взгляд, уже потом, когда мы пришли на следующий день за получением непосредственно визы, я обратил внимание, что мы получили визы намного быстрее тех людей, которые оформляли визу через агентство. Потому что там просто подходят сотрудники с ящиками, им выдают кучу паспортов, они потом просто ставят, раздают. Сначала там у них какие-то то ли привилегии, то ли что. То есть, получают сначала одна организация, потом другая. То есть, целую очередь выстраивается, и потом те же люди, которые в России оформляют. Точнее, те же люди, которые оформляли через российское вот это турагентство получение визы. То есть, они там... Время ожидания у них было довольно-таки длительное, чем в сравнении с нами. Если у вас нету с собой копии, вы не сделали, точнее, где вы можете сделать копию, как только вы заходите в посольство, слева стоит большое здание, вот там стоит молодой человек, либо там девушка, всегда по-разному, вы подходите к нему, там у него большой принтер такой, МФУ-ушка стоит, выдаёте, а ему и документ, которому вам необходимо сделать, копию, платите деньги, он вам делает копию. Потом снова возвращаетесь в очередь и стоите, ждёте своей очереди для подачи документов. У вас всё это прикрепляется. А, и необходимы ещё также фотографии, обязательно фотографии. У нас 4х6 мы делали в России и 3х5х4,5х4,5х. По размеру нет никакой разницы. Также я на форумах читал, что есть такая небольшая придирка, что вот эти проверяющие люди, они придираются к фотографии, если она не глянцевая. Но у нас были фотографии матовые, никаких замечаний нам никто не говорил. Документы мы подали, нам выдали талончик с бумажечкой, которая гласит о том, что если вы обращаетесь к кому-то за оформлением документов, то вы полностью берете на себя ответственность. Ну, то есть такая как бы информационная составляющая при получении тайской визы. Нам сказали приходить завтра, нигде не было информации, когда было надо оплачивать визу. Также на форумах это никто не говорил, никто в видео вообще ничего об этом не рассказывает, не показывает, очень было непонятно как быть, что делать, то есть какие наши дальнейшие действия. После того, как я подошел к сотруднику и он нам сказал, я у него спрашиваю, когда нам оплачивать, он говорит, приходи завтра, все нормально, завтра, типа приходи, завтра визу получше. Мы ушли, пошли искать наш отель, на данный момент еще наверное длится сезон дождей, Паттайе это не сильно заметно, то есть погода сейчас хорошая, с небольшими прояснениями, немного облачно, вот, но на севере нас ожидала непогода, это такая изморость, которая постоянно идет, либо вообще идет просто дождь стеной, и наверное если Паттайе он идет минут 15, то там минут 30-40 спокойно стоит стеной, льет, и просто ждешь, когда все закончится, даже под зонтом пройти это не очень комфортно. Мы шли до отеля, изучали окрестности, когда мы туда пришли, уставшие, вот эта влажность очень высокая, душно, несмотря что это север, все равно там жарко, и вообще не было никакого либо желания что-либо куда-то ходить, выходить, смотреть. Заселились мы в этот отель, в этом отеле, в этом хостеле, хостел-отел, был включен завтрак, более-менее комфортно все было обставлено, то есть там такая интересная у них зона внутри находится он. Чем порадовал Вьентян? Тем, что там все благоустроено, потому что это французская колония когда-то была, и все благорожено, то есть даже в небольших улочках есть тротуарная зона, и это сразу бросается в глаза по сравнению с Паттайой, тот же самый Джомтен Бич, где широкие тротуары, вот в принципе в Винтияне вот такие широкие тротуары, они везде, да, там паркуются на них автомобили, байки, но при этом пешеходам у них есть пространство, где они могут спокойно перемещаться по городу, это большой плюс, после того, как мы заселились в этот хостел, мы начали искать кафешку, которую рекомендовали одни из блогеров, на которых я наткнулся при изучении материала, как получить визу в Таиланд, они посоветовали пиццерию Виу Виа, и мы решили найти эту пиццерию, она как раз оказалась недалеко от нас, в пределах 800, может быть, полутора километров, минут 30-40 ходьбы, решили заказать 4 сыра, пиццу, и до сих пор сейчас слюнки текут, потому что это была действительно очень вкусная пицца, и ценник, в принципе, был демократичный, если переводить все это скип на бат, и примерно около 300-350 бат за большую пиццу, 4 сыра, при этом, что эта пицца, наверное, это одна из самых дорогих пицц, которая была в этом заведении, нам она очень понравилась, супер, если вы будете в янтяне, обязательно сходите в это заведение, в Я-Виа, находится она на набережной, рядом с ночным рынком, погуляв, посмотрев окрестности, достопримечательности, достопримечательности все в шаговой доступности, можно просто прогуливаться, посмотреть, если вы едете в сезон дождей, да, надеюсь, вам с погодой повезет намного больше, чем с нам, потому что мы ходили под зонтом, в дождевиках, чтобы не намокнуть, не промокнуть, и видеоматериалов достаточно малое количество отсняли, поэтому как бы мой видеоролик постоянно перемешивается с контентом, который я снимала на телефон, при этом, что моя камера вообще была в ремонте, сейчас вот я снова ей пользуюсь, и очень рад, что у меня снова камера на руках, после того, как мы все ближайшие достопримечательности обошли, мы вернулись в хостел, вырубились, никакой техники в номере не было, телевизора не было, дул, зато хороший кондиционер, отличный был матрас, в отличие от тайского жесткого матраса, там, либо был на матрасник, либо не знаю, что, но спать было очень комфортно, такая латексная типа прослойка сверху типа лежала, вот, так как мы очень устали, был тяжелый переезд, который 12-часовой, весь день мы гуляли, стояли, выжидали очередь в посольстве, очень сильно устали, и поэтому проспали завтрак, поэтому что дают там на завтрак, в этом хостоле отснять не получилось, начали искать кафешку, где вы, чтобы перекусить, цены, я бы сказал, чуть выше, чем в ПТЕ, то есть тот же самый том-ям, или же какой-то там салатик, он стоит от 70 до 80 бат, в ПТЕ же, я такой салат там 30-40 бат, с легкостью могу купить, и мы решили зайти в кафе, которое является сетевым, это ресторан, тоже пиццерия, в Таиланде тоже эта сеть есть, заказали пиццу, общий чек у нас вышел на 700 примерно бат, мы заказали чай, напитки, и большую, тоже огромную пиццу на тонком тесте, тоже очень вкусно, с моими продуктами, рядом непосредственно с посольством, как только вышло время, что на получение визы, мы отправились в посольство, так как нас очень долго мучил вопрос, когда же платить деньги за визу, как все на самом деле все просто оказалось, правила у них, как потом выяснилось, изменились в 2018 году, ранее вся процедура составляла как, то есть вы подаете документы, вам выдает талон, вы с этим талоном идете в соседнее здание, оплачиваете там визовый сбор в размере 1000 бат, и соответственно приходите на следующий день с этим же талоном и вам выдают визу, а сейчас они это все упростили, то есть там есть окошко 1, 2, 3, в первом окошке подаются документы, в первой половине дня, во втором окошке выдаются уже документы, во второй половине дня, в третьем окошке выдаются тем людям, которые оформили, оформляют визу через агентство, мы стояли там табло, ты стоишь, ждешь, пока твой номер загорится, также есть сотрудник, который подсказывает, потому что иногда бывают какие-то глюки с переведением счетчика именно на этом табло, и как только ты подходишь, там даешь тысячу бат, даешь вот этот талон, тебе показывают твою анкету, спрашивают ты или не ты, если как бы у них есть сомнения, потом дают документы, в нем расписываешься, получаешь паспорт с оформленной визой, выходишь счастливый, радостный, а, и вот мы визу получили, также там сразу начинают приставать таксисты, типа довезти до посольства, все прочее, и мы торговались за 150 бат, до, чтобы нас довезли до автовокзала, до автостанции, при этом мы выяснили, где находится, чтобы знать, куда нас везут, чтобы потом не заблудиться. Ну, купили всякий, рядом с автовокзалом находится торговый центр, торговый центр, конечно, это слабо назвать торговым центром, потому что выглядит он обетшалым, там нет каких-то кондиционеров, вся территория просто как бы большая парковка, перебольшая, выглядит как большая парковка, которая потом была переоборудована в торговый центр. Накупили всяких сувениров, купили футболок себе на память, потому что мы здесь были, оформляли себе визу, и купили багеты, потому что это как бы бывшая французская колония, там их научили действительно готовить вкусный хлеб, у них мне очень понравился хлеб, если вы будете посещать эту страну, обязательно купить, попробуйте, возможно и вам тоже понравится. На автостанции мы купили билет, который до Нонхая, билет до Нонхая, он недорогой, но чуть получается подороже, если ехать от Нонхая в Вьентьян, то есть если Нонхая в Вьентьян стоит 55 бат, то из Вьентьяна Нонхай стоит 70 бат. Также есть небольшая ремарка, забыла сказать вам, что в тех отелях, в которых останавливаетесь, там тоже есть ценник на трансферы до соседних городов, то есть во Вьетнам, Камбоджа, Нонхай, Чангмай, Бангкок и ценник довольно-таки я скажу кусачий, потому что если вы делаете сами самостоятельно, то вам это обойдется намного дешевле. И вот мы значит купили билет, сходили купили багет, ожидали, подъехал очень быстро автобус, мы приехали на этом автобусе границы Лаоса, вышли, прошли паспортный контроль, взяли бумаж, точнее мы сели в автобус, нам сотрудник, который сопровождал этот автобус, выдал иммиграционные карты, во время автобуса, пока автобус ехал, мы эти карточки заполнили, чтобы не терять время, как оказалось, все это напрасно, потому что не у всех были ручки, не каждый мог заполнить эту миграционную карточку, поэтому пришлось ждать. Как только ты переходишь границу Лаоса, то есть ты находишься в этой транзитной зоне, ты просто садишься в автобус и ждешь, пока все пассажиры, которые едут вместе с тобой, сядут в автобус. автобус подъезжает граница Таиланда, ты проходишь паспортный контроль, автобус в этот момент пересекает границу, то есть проходит проверку и ждет тебя на стороне уже Нонхай, Таиланда. Там большие очереди, также нам посвечались те же люди, которые получали от турагентства визы, они стояли в очереди, мы, значит, прошли паспортный контроль, сели в автобус, ждем, 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 как оказалось, если ты пересекаешь все это самостоятельно, тебе выходит по времени примерно около часа, если ты едешь вот этим автобусом, который из Нонхай в Интян или наоборот, время занимает около двух часов, наверное, может быть, полтора часа, потому что автобус стоит, ждет, пока все пройдут, посмотрят, потому что многие, например, сели, рядом с нами сидели монахи, они просто сидели, сидели, ждали, потом просто встали и ушли, там, как бы, вообще, без каких-либо объяснений, без каких-либо комментариев, ничего никому не подошли, не сказали, это довольно-таки было удивительную такую ситуацию вообще увидеть в своей жизни, что, ну, как бы, все вроде бы организовано, но они почему-то вот так вот взяли, встали и ушли. автобус нас привез на автостанцию Нонхай, вот здесь вот так же прошу обратить внимание, на фото в верхнем левом углу есть картинка, которую там, ну, нажмите на стоп-кадр, увидите, вам, вот, когда вы приезжаете на автостанцию Нонхай, вам необходимо встать вот так, чтобы понять, куда вам идти, потому что, когда мы приехали, не было понятно, вообще, нигде, нигде этой информации ни в видео, ни на форумах не пишут, не показывают, куда идти, потому что мы вот вышли из этого автобуса 407, фирмы 407, где, что, куда, кому идти, нам все время этот таксист, типа, давай, тук-тук, там, до границы, все прочее, ты вот ищешь, думаешь, то есть, вот вы просто на этой автостанции стоите лицом к зданию, с левой стороны у вас будет касса, вы туда подходите, покупаете билет Нонхай в Гиньцин, если вы хотите, конечно, поехать на автобусе. На противоположной стороне, если вы развернетесь, то у вас будет касса купить обратный билет Нонхай в Паттайям, Нонхай в Бангкок или там куда вам надо следовать. Мы, значит, приехали на этот автовокзал, нашли вот кассу, купили билет на самый ближайший рейс, не оказалось свободных мест, одно место только, пришлось покупать на поздний, на 7-часовой и пошли гулять, смотреть, что тут в округе есть вообще, на самом деле там ничего нету, куча всяких магазинов туристических с недешевыми, вещами, я бы сказал, ПТЕ намного дешевле, чем, ну, может быть, это все из-за того, что там автовокзал и вся эта инфраструктура рядом выросла. Если я что-то забыл, наверное, рассказать, указать, не стесняйтесь, если у вас возникают вопросы, также пишите в комментариях, может быть, я с комментариями дополню, что-то, если я что-то забыл об этом рассказать. В принципе, я считаю... А, кстати, по поводу того, сколько стоит организованный тур и сколько мы заплатили. общий наш чек составил 3000 бат на человека. Это... В это входят два билета туда-обратно Нон-Хай, Патайя-Патайя-Нон-Хай, виза 1000 бат, также туда входит жилье и два посещения, я бы сказал, недешевых кафе, плюс сувениры, футболки, все это вот 3000 бат. Если вы едете организованным туром, то в лучшем случае самый дешевый ценник, который вы найдете, это 4500 бат. При этом вас, значит, везут в неудобном автобусе, который маленький, некомфортный, там расстояние между сидениями совсем вообще небольшое. Если вы где-то когда-либо пересекали, ездили между городами в Патайе, то, ну и вообще их очень много видно на сухом... который проезжает по сухому виду, поэтому этот автобус большой, тряски какой-то... Нету, единственный дискомфорт в том, что в нем немножко холодновато по сравнению с вот этим маленьким, возможно, я как бы... Ну, нет возможности сравнений, потому что я в нем еще не еду. Но я пересекал из Патайи Лайм Чабанг там нормально, как бы... Не сильно дует. Вот. Но при этом он комфортный в плане удобства кресел. Они мягкие, удобные, вас также там кормят, не чувствуются вот эти дрязки, несмотря, что... То есть, оно даже сидение раскладывается так, что почти вы в лежачем положении. Да, это неудобно, потому что не каждый привык спать, грубо говоря, сидя. Вы можете сами самостоятельно все это... Даже можно ценник немного дешевле сделать за счет выбора самостоятельно жилья. То есть, можно найти более трешевое жилье, потому что, в принципе, вы находитесь всего одну ночь в этом городе. Можно найти более дешевое кафе, потому что азиатская кухня, она дешевая по сравнению с европейской кухней. И ценник у вас будет еще ниже. То есть, можно, я думаю, две с половиной тысячи уложиться. Да, две с половиной тысячи даже можно уложиться. То есть, экономим почти две, полторы тысячи бат. Если у вас, вам, как бы, не хочется всей заниматься самому, самостоятельно всем этим подбором, билетов и прочего, вы можете заплатить четыре с половиной тысячи, как минимум. Агентство на вас возит, все вам сделает. А также ожидание, наполненное ожидание. То есть, вы сидите, подаете документы непосредственно вы сами. И вот тот момент ожидания в этой цепочке, когда вы подаете документы, когда вы потом их получаете, вот у вас время, то есть, вы это время все просто потеряете, вы будете сидеть, ждать. Я рекомендую просто приехать все заранее, подать, там, стать первыми в очереди в списке первой сотни, там, желательно, до 50. Тогда вы быстрее, быстрее получите и сможете снова вернуться в солнечный Таиланд, в солнечную Паттаю и продолжить свое время провождения в этой удивительной стране. Вот таким вот длительным, очень затяжным видео получилось. Я извиняюсь за то, что оно такое большое получилось. Я надеюсь, что оно получилось самым подробным, которым вообще возможно. Надеюсь, оно вам понравилось. Если у вас возникли вопросы, еще раз напоминаю, пишите в комментариях. Если вам нравится этот видеоролик, ставьте лайк. Также не забудьте подписаться на мой канал. Ну, у меня на этом все. Всем удачи и пока!